Сейчас, друзья, я предлагаю вам узнать, как собственными руками сделать удивительную ляльку. Именно для этого я приглашаю вас к нашей телевизионной мастерне. Здравствуйте, дорогие ребята! Всего несколько дней осталось до Рождества. И поэтому первую встречу в наступившем году мы посвятим ангелам. Ангелы помогают людям быть чище, добрее, ярче. И маленькая куколка-ангел, сделанная своими руками, будет великолепным подарком для ваших друзей или близких. Для наших ангелов нам понадобится кружево, которое, может быть, у вас осталось от каких-нибудь других работ. Самые разные. Небольшой кусочек светлой ткани и немножко наполнителя. Ангела все представляют по-разному. Но есть небольшие правила, которые необходимо соблюдать, если вы хотите изобразить такую куколку. Ангел должен быть воздушный. От него исходит сияние, свет. Поэтому обычно он делается в белых одеждах. Что мы сейчас и будем делать. Берем квадрат размером 15 на 15. Кладем на середину наполнитель. И заворачиваем вот таким способом. Формируем куколке голову. Затягиваем узелочек. Разделяем ткань на две части. Это будут ножки нашего будущего ангела. И крутим. Сначала до низа ноги. А потом возвращаемся назад к шее. И опять от шеи начинаем делать вторую ногу. Проверяем, чтобы ножки были одинаковой длины. Дошли до конца ноги. И возвращаемся назад. А потом закрепляем нитку на шее. Ниточку не обрываем. Вот так у вас должно получиться. Теперь будем делать ангелу ручки. Для этого нам понадобится два небольших кусочка любого кружева. Вот такие. Делаем сначала одну ручку, потом другую. Сворачиваем кружево рулетиком. И прикручиваем к шее нашего ангела. Закрепляем кукольным узелочком. Точно так же делаем вторую ручку. Опять скручиваем кружево рулетиком. И тоже прикручиваем к шее. Здесь обратите внимание, чтобы загибы кружев смотрели в одну сторону. Теперь одеваем нашего ангела. Берем еще кусочек кружева. Тут произвольного размера. Такой, чтобы он обкручивал нашего ангела. Прикладываем ему на лицо. Сзади вот так вот нахлёст. И вот здесь опять по шее будем скреплять ниткой. И потом отгибаем вниз нашу юбочку. Вот такой вот, в таком наряде должен он у вас получиться. Следующий этап нашей работы мы будем делать нашему ангелу крылья. Кусочек очень легких воздушных кружев надо разрезать в форме трапеции. Вот как у меня. И потом вот эту трапецию перетянуть вот так вот пополам. Сделаем как бантик. И тоже скрепляем ниткой. Нитку не обрываем. Этой же ниточкой приматываем к шее ангела крылышки. Нитку не обрываем. Следующий этап работы. Делаем нашу ангелу прическу. Берем небольшой кусочек или синтепона, или ватки, или нитки подходящего цвета. Подходящий цвет это белый. Кусочек просто накладываем так вот на голову. И этой же ниткой приматываем. Нитку закрепляем. Нитку закрепляем. И обрезаем. И самая главная деталь костюма нашего ангела это нимб. Для нимба мы берем золотую тесемочку и повязываем вокруг головы ангела один или два раза. Смотря какая тесемочка. Если тесемочка тонкая, можно и три раза. Если толстая, можно и один раз. Раз. И два. Такой ангелочек у меня получился. Ангелов принято дарить на Рождество, День Ангела и многие другие праздники. Поздравляем вас с наступающим Рождеством. Пусть ваш ангел принесет вам удачу.